Вот так в двух шагах от большой оживленной улицы с трамваем мы попадаем совсем в другую Москву. Встречаем мощеные камни в площадь и мы попадаем в Крутинское подволье. Лучше всего разглядывать Успенский собор, не с этой, а вот с другой стороны. Сейчас мы тут отойдем, где он стоит в окружении таких сохранившихся маленьких домиков. Там есть деревянный с каменной бруссеткой, крыльцо. С этой стороны открывается просто замечательный вид на теремок, две галереи к митрополитчему дому. Вот эта лестница и Успенский собор. В окружении старый Москву. Совсем неожиданное такое место. Может поэтому я и не была здесь. Здесь раньше были немножко другие организации. Здесь есть схема птицкого подворья. Ну и попробуем. Здесь есть схема птицкого подворья. Я тоже не знаю как назвать это крыльчик. Язык не поворачивает, чтобы назвать эту крыльцу. И вот эти два перехода, которые соединяются теремком, как его называют. И дальше переход до метрополичного топа. Но это для того, чтобы погода не мешала ему ходить в храм. Теремок просто замечательный. Израстцы, вот они остались немножечко. Но идет реконструкция. Потому что теремок просто восхитительный. Две тысячи срастцов топов. Конструкция идет сейчас. Ну вот, что мы видим с этой стороны. Кузьминский собор. Теремок со взрастцами с обратной стороны. И метрополичий палат. Ну вообще в советское время здесь был какой-то КПЗ или СИЗО. Все было огорожено вышками. Говорят, даже Берия здесь сидел какое-то время. Ну и сейчас занимаются реставрацией. Вообще, конечно, съемок фильмов здесь происходило немало. Вот такой уголок Москвы. Вот такой уголок Москвы. Заменитая лестница. Толфили. Каменные бриты ищите. Кошки. Жилые комнаты были на второй этаже. Ну. Здесь мы заходим в такой закуточек, в котором тоже есть лисенка, деревянная каменные плиты, мальва прям уголок старой Москвы Набережные платы Здесь видна кладка Видно старые кирпичи и новые И посмотрим с обратной стороны Успенского собора Первый Успенский собор был построен в 13-й веке В 1700-м построен вот этот каменный Как выглядел собор, который был перед ним, к сожалению, неизвестно Крутицкая колокольня была построена тоже в 1680 году Вот так вот она красиво выглядит К сожалению, внутри-то Есть макеты, я так думаю, наверное, можно подняться когда-нибудь Вот такое Крутицкое подворье в центре Москвы Вот такое Крутицкое подворье в центре Москвы Кусочек старой Москвы Кусочек старой Москвы Видео